Девушки отдыхают И обстрелян с углов из револьверов Похищенные деньги за исключением мешка с 9 тысячами Изъятых из обращения пока не разысканы Обыски, аресты, производятся Все возможные аресты приняты Полковник Бабушкин В 1919 году В 1919 году В записке в Реввоенсовет Республики Владимир Ильич исчерпывающий охарактеризовал Камо Как товарища, которого он знает досконально Как человека совершенно исключительной преданности Отваги и энергии Насчет взрывов и смелых налетов особенно 13 июня 1907 года Камо с группой верных товарищей По заданию партии Совершил среди бела дня В самом центре Тифлиса Столицы наместника императора на Кавказе Невероятная по дерзости и отваге Нападение на транспорт казначейства Следовавший из почтовой конторы В отделение банка Под усиленной охраной Наряда казаков И стрелков Человек со шляпной коробкой В которой пачка к пачке Были уложены кредитные билеты На общую сумму в четверть миллиона Ехал В Куакалу На встречу с Лениным Тогдашние газеты Скорбя об убитых казаках Срочной службы Говорили Сколько пенсионеров и коллег Не получили деньги Если сегодня такое же грабительство Совершают красные бригады Левые и левацкие элементы То печать союза Лицемерно говорит Что осуждающий смотрит На все эти экспроприации Буржуазных денег Да полно Посмотрите на себя в зеркало Кто научил всех бандитов Прикрываясь благородной целью Устраивать грабежи И захват заложников С целью выкупа в ПРГ Италии, Америки И по всему свету Ей это семена Дали обильные плоды Дело со ста тысячами При обмене Пятисотрублевых купюр Провалилось Ленину и Крупской Пришлось целый день Ходить из кафе в кафе В Берлине Только что приехав Из Сокгольма Так как на квартирах Русских эмигрантов Шли обучки В гостиницу Где мы остановились Мы пришли вечером больные У обоих шла белая пена Изо рта Где-то отравились рыбой Вспоминает Крупская Пришлось ночью вызвать доктора Владимир Лич был прописан Финским поваром А я американской гражданкой И потому прислуживающий Позвал к нам американского доктора Тот, почуяв, что тут что-то неладное Слупил с нас бешеную цену за визит Провалялись мы пару дней И полубольные потащились в Женеву Куда приехали 7 января 1908 года Выдал их отцов в кавычках Житомирский Член партии с многолетним стажем Пользующийся полным доверием Товарищей революционеров На самом же деле Давний секретный сотрудник царской охранки Он же, Ростовцев, Данде, Москвич, Обухов, Андре И вот тут-то на помощь Ленину приходят Масоны-мистики и практики-адвокаты Ленин стал принимать самые энергичные меры Чтобы добиться быстрейшего освобождения Карпинского и Симашко Владимир Лич развил необычайную энергию Еще бы, ему ведь везли деньги И вдруг попались Пригласил одного из виднейших адвокатов Швейцарских Кандидатура которого Тогда выставлялась на пост Президента Республики Писал об этом Симашко Николай Александрович Нужно прочитать Самому слушателю раздел Удар в спину Чтобы увидеть накал подлых страстей И как самый разгар битвы За вызволение грабителей Из тюрем Франции И борьбы за то Чтобы не передавать их Царскому правительству На арене показывается Незримое да то ли Щупальца масонства Чужому ли они помогали И понятно Дальнейшая ненависть Дворянина Ульянова К царю И всему его семейству Удивительно Что на все попытки Ленина Истребить всю династию Романовых Остались братья царя в живых И их прямые наследники Но в семье Ульяновых Несмотря на большую семью При всей Во всей Поднебесной Нет ни одной веточки Генеалогического дерева Ни одного листика Все исчезли Почему? Не перст ли это Божий? Особенно в книге Жана Фривиля Ленин в Париже Москва 1969 год Издательство Прогресс Видно как он страдал И не знал Чем же закончится та трагедия На которую обрекают Масоны Россию И сколько случаев Давал ему Бог раскаяться Одуматься Остановиться На путях своих погибели Но жребий был брошен Великий страдалец Фанатично преданный Делу революционных перемен Изысканий Выехал в Россию Ставший теперь Навсегда для него Зрелищем Неописуемых страданий Великого народа Которому предстояло Вынести на своих плечах Все эксперименты Страдегов Сионских кровей Сегодня спрашивают те Кто узрел тайну беззакония Знал ли Ленин Что он был лишь игрушкой В руках тех Кто вложил в руки Его программу Переустройства России И подготовку плана К мировой революции Его труды Жизнь Кончина Говорят о том Что не знал Он думал Что от него исходит Генеральный план переворота Изъятие земли Уничтожение церкви Частной собственности И семьи Из статьи Владимира Ильича Ленина Советская власть И положение женщины 19 декабря 1917 года Был опубликован декрет О расторжении брака Каким восторгом Охватило тогда Лучших представительниц разврата И если Крупской виделось Что 17% разводов Есть национальная катастрофа То что бы они сказали Когда узнали Что в Советском Союзе Только за последние 10 лет Количество разводов Увеличилось в 3,4 раза В некоторых городах Процент разводов Перевалил за 50 Три кита На которых может выстоять общество Церковь Семья Частная собственность Это знает любой неофит И потому клич был брошен На разрушение этих незыблемых Основ всех обществ Кто лично преподал Ленину и Марксу Форму того Как воплотить в зримый С кровью и костями Бродящий призрак по Европе Он мог и не знать Вдохновители роились вокруг него Во время его эмиграции И немедленно захватили Все руководящие посты В первом правительстве Совета Сущность замыслов Первичной тайны В последней ее секретности В том и заключается Что энергичные фюреры Не знают Что они могут Исполнять Даже роль ферзей И королей Которым иногда в 3 А иногда и в 666 Ходов Ставят мат Если бы революция в России Была не запрограммирована Масонами То едва ли она Просуществовала бы И 3 месяца Чтобы привести к равновесию Две чаши весов Они заранее Подготовили всех Представителей своих Во всех странах Европы и Америки Которые бы нейтрализовали Все попытки Свергнуть Красную башню Вавилона Вдруг по мановению Закулисных джентльменов Удачи Начались Вспыхивать Все новые Очаги революционных пожаров Германия Венгрия И вот уже Зарево над Лондоном Забастовки и митинги В поддержку Обескровленной России Так в первой репетиции Уже не на Франции А на серии государств В 1848 году Вдруг подняли Детонированные Цепной реакции Всплеск мятежей Во многих государствах Европы Германии Пруссии Венгрии Австрии Николай I Помог задушить Пламя революции И гидромногоглавого Масонства Вновь тянулась Катакомбы В ожидании Лучшей поры Вожди этой Революции Советские Россоюзы Володь Коммунизма Ура! Вожди революции Открыто заявили Что прошла Проба сил И новая Грозная сила Дала знать о себе И если Внимательно читать О том Что говорят Идеологи Масонства О себе То очень ясно Видно Что они Говорят все С издевкой С насмешкой Над доверившиеся Им И очень Часто Говорят Правду Как Лусио В романе Короли Печаль Сатаны Для тех Кто С приятелями Захампанским В доме У Конно-гвардейца Нарумова Рассказывал Молодой повец О томске О человеке Открышем Его бабушке Тайну Трех Испроигрышей Карт Человек Этого Стих Кажет себе Громкую И хотя Несколько Истомнительную Слову Чудотворцу Под именем Графа Сен-Жермена Не без оснований Считает едва ли Не самой Загадочной Фигурой Восемнадцатого Столетия О которой Пишет Пушкин Начать с того Что до сих пор Неизвестны точно Ни дата И место Его рождения Ни национальность Да и многое Другое В его биографии Окутано Непроницаемым Покровом Таинственности Приподнять Эту завесу Полностью Вряд ли Когда-нибудь Удастся Ибо безвозвратно Утрачены документы С помощью которых Можно было бы Попытаться Установить Истину Дело в том Что сразу же После смерти Сен-Жермена Покровительствовавший Ему Ландграф Карл Гетсонский Выполняет Очевидно Последнюю Волю Покойного Самоличный Сжег Оставшиеся После него Бумаги Пустя десятилетие Личности Сен-Жермена Серьезно Заинтересовался Наполеон Третий Который Распорядился Собрать Все имеющие К нему хоть малейшее Отношение Материалы Подготовленная Для императора Объемнистая Досье Тоже сгорела Во время пожара Здания Где она находилась Сен-Жермена Несомненно Никак не укладывается В привычные рамки Устоявшихся Представлений Об авантюристах И мошенниках Которыми Столь богат был Век Вольтера И Дидро Он не искал Как правило Личные выгоды Придвигая К мистификациям Не был он Видимо И самозванцем Подобная Бальзаму Калиостро А на самом деле Принадлежал Знатному Европейскому Роду Однако У него Могли иметь Какие-то Веские Основания Скрывать Своё Происхождение Долгое время Полагали Что он был Внебрачным Ребенком Испанской Королевы Марии Вдовы Карла II Приобрела Популярность Рогательной Истории О том Как надменная Королева Полюбила Простого Человека Не дворянина И родила От него Сына Не менее романтична И другая версия Согласно которой Сен-Жермен Первенец Прославленного Князя Ференца Ракотси Возглавивший Национальное Ленгерское Восстание Против Габсбургов Тайна Рождения Сен-Жермена Была видимо Илезна Людовику В 15 Иначе Трудно Объяснить Почему он Так благоволил Графу И распорядился Воздавать ему Всевозможные Почести Окончательное Расположение Короля Франции Сен-Жермен Приобрел Тем Что уничтожил Трещину В принадлежавшем Людовику Бриллианте Во много раз Увеличив Таким образом Его ценность Скептики Полагали Однако Что Граф Попросту Купил За свой счет Похожий Камень Без дефекта И Преподнес Его Королю В другой раз Он появился На балу В Версальском Дворце В туфлях С бриллиантовыми Пряжками Такой Стоимости Что От них Не могла Оторвать глаз Маркиза Депомпадур В итоге Молва Начала Приписывать Сен-Жермену Умение Изготовлять Драгоценные Камни Что считалось Основным Источником Его дохода Сам же Он уверял Что Может только Лечить Камни Выводить С них Пятные Трещины И что Этому Сложному Искусству Его обучили В Индии В 1758 Году Блидовик 15 Предоставил Сен-Жермену Для устройства Лаборатории Обширное Помещение В Шато-де-Шабо-Мос Одном Из красивейших Замков На берегу Гуары Там Сен-Жермен Не только Демонстрировал Эффективные Альхимические Опыты Поражавшие Воображение Короля И его Приближенность Он трудился Над получением Составов Чисто Практического Утилитарного Назначения Открыл Например Секрет Приготовления Изумительно Стойких Красителей Для тканей Кроме Того Им были Изобретены Особые Об эффекте Производим Этими Красками С восторгом Отзывались Выдающиеся Художники Того Времени Человек Незаурядный Богато Одаренный Сен-Жермен Отдал Также Дань Поэзии И Музыке Ему Принадлежит Целый Ряд Камерно-инструментальных И вокальных Сочинений Сонаты Арии Произведения Для скрипки Имя Его Можете Час найти В авторитетнейших Музыкальных Энциклопедиях Мира Некоторые Исследователи Выдвигают Даже смелые Предположения Что никто Иной Как граф Сен-Жермен Выступал Под маской Завоевавшей Широкое Признание Итальянского Скрипача Виртуоза И композитора Джованнини Сен-Жермен Кстати Обожал Разъезжать По свету Под различными Псюдонимами Их известно Не менее дюжины Которые Звучали То на французский То на испанский То на немецкий Лад В генуи Ливорно В частности Он удавал себя В 1770 году За русского Генерала Салтыкова Многое Проясняется В довольно Странном Поведении Сен-Жермена Если согласиться С мнением Будто Он Был Масоном И достиг Высоких Степеней Посвящения Деятельность И тайных Обществ Связывает И его Приезд В Петербург В 1762 Году Любимец Императрицы Григория Орлова Обращавшийся Графу Не иначе Как Каро Падро Утверждал Что Сен-Жермен Сыграл Важную роль В том Дворцовом Перевороте Который Привел На русский Престол Екатерину Вторую Под термином Масонство Требующим Более четкой Дифференциации Нередко Объединяет Союзы И ордена Руководствовавшие Самыми Различными Учениями Программами Большинство Этих Организация Однако Стремилась На деле Не столько К постижению Мистического Конечного Вывода Мудрости Земной Сколько К тому Чтобы Оказать Вполне Реальное Политическое Влияние В возможно Более Широком Международном Масштабе С этой целью Особенно Деятельные Участие Принимали Они В закулисной Игре Неутомимо Проникая В тайны Как Мадридского Так И всех Других Монарших Дворов Европы И Пожалуй Только Принадлежностью К масонским Кругам И можно Объяснить Ту Поразительную Информированность О политической Обстановке Которую Столь часто Сен-Жермен Облекал В форму Неизменно Сбывавшихся Пророчеств Ведь Информация Мать Интуиции В Париже Таким путем Сен-Жермен Быстро Приобрел Столь Сильное Влияние Что ему Не раз Поручали Французским Правительством Дипломатические Миссии С самого Чекотливого Свойства Судя по портретам Многочисленным Описаниям Современников Граф Был Среднего Роста Отлично Сложен Подвижен Обаятелен С очень Выразительным Лицом Всегда Подчеркнуто Просто Но Изысканно Одевался Обладал Мушительными Манерами И простыл Превосходным Рассказчиком У него Была Феноменальная Память И Неудержимая Фантазия Он Имел О людях И событиях Прошлого Какие мог знать Казалось Только Очевидец Так Например Если Речь Заходила О короле Франциске И первым Умершем За 200 тысяч Вет До того Сен-Жермен Мог Как бы Невначай Обронить Я помню Франсуа Однажды Сказал Мне Ты С невозмутимым Видом Поделиться Своими Воспоминаниями О Христе Мы Были Друзьями Это Был Лучший Человек Какого Я знал Предсказывал Ему Что Он Плохо Кончит Если Вспомнить Что Луча Что Спадший Херувим Некогда Был Осеняющим Херувимом На небе И На земле Уже Приступал К человеку Христу С искушениями Бога Человеку Что Он Мог Это Сказать Соответствующим Образом Граф Вышкалил Своих Слуг Когда Вдревле Не Как-то Спросили Его Кучера Правда Ли Что Граф 400 Лет Тот Ответил Не Могу Вам Сказать Точности Но Во всяком Случай За те 130 Лет Что Я На Службе У Моего Господина Он Ничуть Не Изменился Так Возникла Легенда О Бессмертии Могущести Сент-Армена Сам Он Смеясь Говорил Барону Злейхену Эти Глупые Парижане Воображают Что Мне 500 Лет И Я Сент-Жермен Был весьма Следующий Медицине Немалые познания В этой области Он приобрел Во время путешествия По Востоку Он Применял Какой-то Отвар Целебный Срав Известный Под названием Чай Сент-Жермен Чутливо Предостерегая Друзей Злоупотребление Этим Напитком Он Уверял Что Одна Его Престарелая Пациентка Вместо Того Чтобы Обрести Свежесть И Красоту Молодости Вернулась В эмбриональное Состояние Рецепт Чай Не сохранился Но Если Основания Полагать Что Он Если Не обладал Какими-то Особенными Живительными Свойствами То По крайней мере Не вредил Здоровью Так как Сам Сент-Жермен Дожил До преклонного Возраста Желая Сделать Еще Более Ярким Тот Ореол Загадочности Которым Он Старательно Окружал Себя Всю Жизнь Великий Мистификатор Вот Каким Предстает Перед нами Задымкой Двух веков На фоне Достоверных Фактов Похожих Порой На вымысел И легенд Имеющих Иногда Под собой Реальное Слово Человек Назвавший Три роковые Карты Пушкинской Пиковой Даме Да Никто Ведь Теперь Этому Не верит В Настоящее Время Информации Нет Нет Национальных Газет И журналов А есть Огромная Служба Всемирной Дезинформации Агентство Дезориентации Увода Взглядов Мнений По нужному Руслу Есть Пресса Мира Захваченная Евреями Статья Из Газеты За рубежом Номер 47 За 1976 Год Свобода Печати Вопрос Всего Лишь Привилегия Денежных Мешков Свобода Печати Вот Тезис Которому Апеллируют То и дело Проповедники Буржуазной Идеологии Рекламируя Преимущества Западного Образа Жизни Однако Реальная Картина Мира Информации На Западе Это Дальнейшая Концентрация Прессы В руках Отдельных Лиц Главная Сила Которых Заключается В обладании Денежным Мешком Около Десятка Еженедельников И двухнедельных Изданий С тремя Типографиями В придачу Купленных В Нормандии Обошлись Эршану В скромную Сумму Пять миллионов Франков Откуда Взялись Эти деньги Еще более Загадочно Происхождение Тех Без малого Тридцать Миллионов Которые Уплачены Наличными За Фигаро Как подчеркивали Многие Обозреватели Наличными При подобных Сделках Платят Лишь Те Кому Надо Скрыть Происхождение Этих Денег Почти Столько Уплачено За Франц Суар Сотни Тысяч За каждую Провинциальную Газету Каждый Раз Когда Журналисты Пытаются Задать Властям Вопрос Откуда Взялись Столь Большие Деньги Те Приходят В явное Раздражение Пари Заголовки Распространить На все На все Своё Хозяйство Принцип Давно Введён На известном Американским Магнатом Печати Ферстом Направлять Из единого Центра В разные Города Тайна Беззакония В действии Масонство Часть Третья Информации Нет Нет Национальных Газет И журналов А есть Огромная Служба Всемирной Дезинформации Агентство Дезориентации Увода Взглядов Мниний По нужному Руслу Есть Пресса Мира Захваченная Евреями Те правители Которые Не были Под влиянием Масонов В 1917 Году Не могли Управлять Своими Странами Ибо Везде Было Двоевластие Так Про Россию Говорили Что Здесь Два Царя Один В Питере А другой В Ясной Поляне Который Поносил Царя Церковь И кому Общественное Мнение Мира Давало Возможно Дискредитировать Власть Царя Читающего Все По бумажке Так же Было По всей Европе Равновесие Было Достигнуто Параллельно С этим Масоны Вкладывая В умы Всех Правителей На серьезной Ноте Говорить И делать То Что Позволял Центр Франмасонства В этой Репетиции Шел Отбор Лучших Формаций То есть Методов Управления Народом Лучших Способов Подавления Инакомыслящих Лучших Приемов Разрушения Церкви Масон Не может Быть Атеистом Их Лозунг Почему Потому что Власть Должна Носить Признаки Божественности А без Веры В Бога Это Невозможно Вот Почему Все Масоны Предстают В тоге Защитников Свободы Вероисповедания Черчилль Нихсон Нынешний Премьер Министр Великобритании Тэтчер Джимми Картер Атеизм Масонам Не нужен И цитадели Разбит на два лагеря Пуществовавшего Неполных Тринадцать лет Масоны Всегда Находят Согласно Протоколов Таких Вождей За которыми Бы числилось Темное Дело В прошлом Чтобы Если Он По отечаянии Вздумает Выйти Из-под контроля Обнародовать Его Альков Прежние Ступени Семейного Или Общественного Алтаря И Сами Его Последователи Сметут Его За Близоруким Маляром Числилось Темное Дело Убийство Фюрером Великой Нации Его Племянницы Гелли Раубаль Которую Он Еще 16-летнюю Предварительно Раслил Убийство Было Произведено Из Леварвера Гитлера Но Кто Совершил Убийство Знает Один Борман Генрих Мюллер Начальник Криминальной Полиции Выяснил Что Убийство Состоялось После Того Как Гелли Сказала Бригитти Жене Двоюродного Брата Фюрера Алойза Что Она Беременна От Еврейского Артиста Который Хочет На ней Жениться Судя По всему Она Сказала Что Хочет Уехать В Вену Ее Номер В самом Дорогом Отеле Принц Триген Слад Был Похож На Поле Битвы Личный Доктор Фюрера Морел Свидетельствовал Что Он Давал Ему В день Огромное Количество Наркотиков Немцами Правил Сумасшедший Что Может Быть Страшнее В Век Машинной Техники Скорцени Говорит Что Это Были Желудочные Лекарства У Гитлера Был Поврежден Пищевод Во Время Газовой Атаки На Западном Фронте В 1818 Году Брат Гелли Лео Обвинил Гитлера В предумышленном Убийстве Но Он Жил Вене А Вена Тогда Была Солицей Австрии Он Обратился С просьбой К канцлеру Австрии Дольфусу Провести Расследование Поскольку Гелли Раубаль Была Австрийской Подданной Дольфус Согласился Этим Он Подписал Себе Смертный Приговор Спустя Три года Он Был Убий Убийство Планировал Борман Из книги Юлиана Семенова Испанская Встреча Разные Люди На первый Взгляд Коммунисты И фашисты Но методы Одни и те же Никому И ничего Не прощать Никто Не забыт И ничто Не забыто Начиналась Отработка В деталях Конструктивный Подход К идее Воплощения Плана Устройства Всемирного Государства Во главе С избранными Черновые Наброски Эскизы Революции Архитекторы Космополитизма Уже Зачементировали И отшлифовали В здании Подчиненности Одной Идеи Идеи Еврейско-масонского Воссорения Над миром Так В мощных Пожарных Отделениях Репетируют Тушение Пожара По всем Правилам Зажигают Несколько Десятков Тон Нефти И бензина И бросают Намушпрованных С заданием В считанные минуты Пеной Химикалий Лишить пламя Кислорода И погостить его Случается Что ветер Потянет Не в ту сторону И пламя Перекидывается На соседние Постройки И подбирается К жилищу Руководителей Этой игры Тогда Они сами Жертвуя Собой Тушат Не на шутку Начавшийся Пожар Гитлеру Было дано Задание Построить Образцовое Хозяйство Основанное На разуме Порядке Точности Исполнения Замыслов Лучшей Нации Невозможно Было Избрать Как немецкая Точность Пунктуальность И Высокомерие Все это В будущем Царстве Высшей Власти Антихриста Точно так же Избирая Страну Для репетиции Безбожия Анархии Лучше Чем русский Человек Никто Не подходил Стихийность Беспорядочность Своекорыстие Бесшабашность Легковерность Желание Полентяйничать При нетвердой Руке Хозяина Во всем Этом Виден Гениальный Ум Гроссмейстеров Тибетской Космогонии Осов Мистических Обществ Борман Будущий Наместник Гитлера Самый Преданный Его Последователь Подбросил Идею Гауссгофер Основоположник Мистического Общества Фуле Масонская Ложа Членом Который Был Адольф Гитлер Профессор Составил Гороскоп Который Со всей Очевидностью Подтверждал Необходимость Полета Насы Номер Два В Англию Гитлер Верил Гауссгоферу Большинство Идей Профессора Геополитики Вошло В Майн Камф Гауссгофер Вошел В астральную Связь С герцогом Хамильтоном В Англии Сказал Борман Фюреру Тот ждет Прилета Гесса Они Подпишут Мир Для Рейха Последние Дни Гауссгофера Посещают Осязаемое Видение Нашего Триумфа Мой Фюрер Он Не ошибается Гауссгофер Ошибался Он Дорого Заплатил За свои Ошибки В августе 1944 Года После Неудачного Покушения На Гитлера Был казнен Самый его Любимый Человек На земле Сын Альберт В его Окровавленном Пиджаке После того Как Офицеры СС Выстрелили Ему В затылок А затем Контрольно В сердце Были найдены Стихи Проклятия Отец Верь С тобой Уговорила Судьба Все Зависело От того Чтобы Вовремя Упрятать Демона В темницу Но Ты Сломал Печать Отец Ты Не побоялся Дыхания Дьявола Ты Отец Выпустил Демона В наш Мир Внимательно Снова Выслушай Слушатель Кто Управлял Половиной Человеческого Общества И кто Делает То же Самое Только Другим Способом И ныне Во всем Мире После Войны Карл Гаузгофер Убил Свою Жену И себя Ему Больше Не для Чего Было Жить Но Это Случилось Не сразу После Нашей Победы Целый год Он ждал Веруя Чудо Он все же Верил Что Гитлер Возродится Из тепла Не ждут ли Безбожники Что Ленин Тоже Воскреснет И потому Стоят Стражи При гробе Ожидая Чуда Воистину Слепая Убежденность Страшнее Цинизм Занимался Шести 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 Миллионам Безработным Дал Забыть Про Голос Инфляцию Вот Это И будет То На чем Антихрист Обратит К себе Большую Часть Населения Земли Гитлер Был Прообраз Антихриста Но И он Был Жертвой Масонов Не Будучи Посвящен Последнюю Тайну Что Он Всего Лишь Фигура Предпоследней Величины В Их Шахматной Баталии Теперь На просторах Европы Шла Проверка Жизненности Тех Концепций Которые Были Вынашиваемы Вейцманами И Герцелем Шла Генеральная Репетиция Еврейских Замыслов Они Наблюдали Взрощенных Ими В разных Условиях На разных Грядках Но Обогреваемых Одним Солнцем Так Герцелем Гитлер Масон Воюет Против Масонов В Советском Союзе Не Странно Ли А масон В Америке Трумэн В это Время Потягивал Джим С английским Премьером И Говорит Если Будет Побеждать Гитлер Будем Помогать Сталину Если Будет Побеждать Сталин Будем Помогать Необходимо Чтобы Они Как можно Дольше Убивали Друг Друг Вот Ужасный Шум Гром И Землетрясение И Сметение На земле И Вот Вышли Два Больших Змея Готовые Драться Друг С Другом И Велик Был Вой Их И По Вою Их Все Народы Приготовились К Войне Предисловие Книги Исфирь По Переводу 70 Потворствуя Гитлеру Отдали Отравливать На Большого Красного Змея Параллельно Шла Обработка Всех Подвластных Племен В духе Нацизма Превосходство Расы Арийской Но Эта Раса Языческая Она Не Входит В планы Евреев Для Чего Они Допустили Быть Им Во главе Наций Повторяем Шла Генеральная Репетиция Отшлифовка В деталях Воссорение Царя Из Дома Давидова А Будет Из Колена Данова Вот Почему Теперь Всюду И С Трибуны ООН Говорят Что Израиль Все Делает По Методам И Рецептам Гитлера Сианизм Расизм Фашизм Воплощенный Фашизм Вполне Уместился В то Ложе Которое Было Приготовлено Для Еврейской Нации Единой Избранной Богом От Века И До Века Роль Немцев Была Сыграна И Необходимо Было Вернуть Эту Прорвавшуюся Воду В нужное Русло Сохранив Родник Опытный Пожар Иллюзионистов Полыхал По всему Миру В отцветах Его Нужно Смотреть Ни Верховную Ставку Ни Волчье Логово Гитлера Но Невидимые Тени Владителей Швейцарских Банков Сверяющих Сходство Задуманного В деталях И сроках Пора Учение Заканчивать Но Дитя Разыгралось Вошло Во вкус Не дозовешься домой Почему так долго Не открывался Второй фронт Почему союзники Оттягивали помощь Погибающей Из язвленной Проказой Раскулачивания И ежовщины России Не пришел Еще час Ее Кто и почему Не позволил Напасть Японии На Дальний Восток Когда Дальневосточным Войскам Не было бы Помощи Ниоткуда Как нигде Здесь видны Закулисные Переговоры Заинтересованных Лиц Наибольшей Приближенности Сражения К подлинному Не шуточному Обороту Дела Пожар Перекидывается Уже И на тех Масонов Которые В Англии Фау-2 На Америку Потопляемость Кораблей Союзников Растет С каждым Днем Поверженная Европа Замерла Под пятой Высокочтимого Ефрейтера Начавшийся Прорыв Воды В ненужную Сторону Нужно Было Приостановить Забуксовала Военная Машина Гитлера Сдала Рассыпалась Можно Представить Как вздохнули Облегченно Служители Мастерка И молота Все Ими Было Выверено Правильно И за Столом Столовой Военно-инженерного Училища В Карс Хорсте В восточной Части Берлина Был Подписан Акт Безоговорочной Капитуляции Фашистской Германии Общество Масонов Пуле Игра Закончена Еще Один Акт Этой Всемирной Трагической Эпопеей Окончен Свечи Были Погашены Вот Почему Получив О смерти Гитлера Известия Сталин Сказал Да Игрался Подлец Жаль Что не удалось Взять его Живым Интереснейшая Встреча Была бы И разговор Один на Один Мог бы Проходить Так Что же Ты Адольф Не послушался Когда тебе Крикнули На место И не Послушался Ведь тебе Дана Была До Москвы Дойти Директива А ты Вдруг Захотел До Урала Зачем Ты Так Нехорошо Ведь Ты Меня Пойми Теперь Мне Велено Тебя Вернуть Домой И наказать Игру Надо Понимать Игрой А ты Вон Как Вошел В роль Что Возомнил Себя Всемирным Владыкой Ведь Это И я Хотел Быть Таким Меня Не Меньше Твоего Чтут Тебе Кричат Хайль А мне Даже Больше Чести За Родину За Сталина А за Тебя Так Не Кричали И Все Пленные Научились Даже Про Свой Капут Говорить Эксперименты Эксперименты И Там И Здесь Посмотрим Несколько Таких Экспериментов Которые Проводили Масоны В Германии Клятва На верность Фюреру Я Клянусь В нерушимой Верности Адольфу Гитлеру Я Клянусь Беспрекословно Подчиняться Ему И тем Руководителям Которых Он Изберет Для Меня Иными Словами Здесь Полный Отказ От Собственного Мышления От Индивидуальной Ответственности От Прежних Этических Обязательств Быть Человеком Нет И намека На то Что Есть Бог Который Творит Человеке Свою Волю Гот Мит Ун С нами Бог Какой Бог Гитлер Ему Подчинялась Вся Нация Вся Церковь В Германии Какое Счастье Для Немцев Что Гитлер Не Пришел К Мировому Владычеству Иначе В Их Пантеоне Богов Были бы Все Миллеры Риббентропы Гебельцы Долгие 13 лет Они молились Этому Ставленнику Масонов Их Марионетки С ними Был Их Бог Их Любимый Фюрер Их Надежда Их Озарение Долгие 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 Года Богом В России Считают Ленина Ему Молятся Им Живут На него Надеются Его Именем Карают Но Не Всегда Будет Тьма Мрак Там Где Он Теперь Огустел Сталин Хрусев Брежнев Эти Маленькие Башки Неувенчанные Нимбом Божественности Их роль Только в том Чтобы Когда в дальнейшем При приходе К власти Антихриста Когда вся Статистика Преступления Безнадежно Распухшей Воровской Машины Управленческого Аппарата Атеизма Его Неповоротливости И самой Низкой Производительности Труда Когда только Существовавший Бессовестного Отшковтирательства Всех И всем Когда Все это Будет Опубликовано То После этого Кто Посмеет Звать Человека К светлой Эре Безбожного Коммунизма Достаточно Будет Назвать Несколько Цифр Преступлений Которые Так тщательно Скрываемы Теперь В странах Безбожных Режимов То Самая Мысль Возврата К безбожию Будет Рассматриваема Как Античеловеческая Аморальная Преступная Антихрист Опубликует Все то Зло Которое Делается Сейчас Во всем Мире И Особенно То Что Делали Безверы В Бога А потом То Что Делали Веру Евраз Пятого Что Под именем Христа Происходило В мире И Христианская Религия Как Религия Суеверия И Заблуждения Будет Поругание И Гонение Гитлер Жи В полном Смысле Был Прообразом Всемирного Сверхнационального Правителя Маленький Образчик Тень Антихриста Всюду И Всегда Подчеркивающего Что Он Храним Провидением Такого Порядка Чистоты Подчиненности Подчинение Единой Цели Всех Даже Детей Никто Не добивался До него И После Него Будет Только Один Вся Европа Повержена У его Ног И Магазины Без Замков Идет Война Враг Уже На Подступах Берлину А Народ Все Еще Верит Чудо Даже В то Что И Не давало Надежды Продолжали Верить Масоны Удовлетворенно Потирали Руки Да План Был Задуман И Выполнен Блестяще История Вряд ли Откроет Имена Безвестных Феоретиков Верховной Власти Атеизму Дали Возможность Еще Более Расправиться Войти В Романскую Империю Ядовитым Туманом Вползти На Острова Альбиона Дать Свободу Компартии Работа На полном Серьезе И серьезными Людьми Учитесь Бороться Борьба На Выживание Азотчия Всемирного Вавилона Скорпулезно Подсчитали Потери Что же Без Жертв Не обошлось Их сторонники Падали В борьбе Но цель Такова Что Все жертвы Окупятся Когда Они придут К единой Власти А победителей Как известно Никогда Еще Не судили Какова Роль Больным Душевнобольным Отводится Признав Что у человека Есть высшая Цель Царство Здесь На земле Необходимо Пришли К таким Приказам Рейхляйтеру Боулеру Доктору Медицины Бранту Берлин 1 сентября 1939 Года Поручается Под их Ответственность Расширить Полномочия Назначаемых Для этого Поименно Врачей В том направлении Чтобы Из гуманных Соображений Неизлечимо Больным В случае Критической Оценки Их болезненного Состояния Обеспечивалась Легкая смерть Гитлер По опросным Анкетам Рассылаемым В больнице Врачи Заочно Выносили Смертный Приговор Конвейер Смерти Заработал За год Таким Образом Ликвидировали 275 Тысяч Человек Грань Между Дозволенным И недозволенным Исчезла Недостойным Жизни Теперь мог Оказаться Каждый Вскоре Чума Автаназии С душевнобольных Перекинулась На других Больных Узников Концлагерей Стариков Военнопленных Иностранных Рабочих И тому Подобное В это же время В России Был разгул НКВД Каждый И в любое время Объявлялся Врагом Народа И бесследно Исчезал В ненасытном Среве Морозильных Установок Севера Там Газовые Камеры И крематории Здесь Братские Могилы Нетленных Мучеников Одна Рука И в одно Время Направляла Креатур Здесь Миллионы Десятки Миллионов Детей Стариков Крестьянства Кто Слишком Серьезно Поверил Что Здесь В России Наступила Эра Равенства Братства Всех Убирали Киров Блюхер Убаревич Тухачевский Фостышев Якир 5 сентября 1942 года В полдень Я был При специальной Акции Мусульманок Так в лагерях Называли Заключенных Погибающих От голодного Истощения Из женского Лагеря Ужаснейшие Из ужасных Врач Гаупшар Фюрер Тиле Сказал Сегодня Правильно Что мы Находимся Здесь В прямой Кишке Мира Так как За эту Акцию Давали Добавочный Паек Пятую Часть Литра Водки 5 папирос 100 граммов Колбасы И хлеба То ССовцы Добиваются Участия В этих Акциях Из дневника Доктора Медицины И доктора Философии Экстраординарного Профессора Анатомии Мюнстерского Университета Оберштурмфюрера СС Лагерного Врача Свенцима Иоганна Пауля Крамера Кровавая Задача Обезлюживания Захваченных В войне Территорий Отыск Ненаселявших Их народов Возлагалась В основном На передовой Отряд Нацистской Партии На СС Силами СС Там сразу Налаживалась Мощная Человеко Истребляющая И человекоперерабатывающая Индустрия Сетью Предприятий Концентрационных Лагерей Вскоре Мы увидим Ту же Истребляющую Руку В Советском Союзе Китае Кампучии В отрезанных От мира Пулеметными Вышками Смертоносной Колючей Проволокой Лагерях Особенно Вымустрованные Части СС Мертвая Голова Воплощали В действительность Кошмарную Модель Национал Социализма Моделирование Масонами Вечного Царства Во главе С избранными Отрабатывало В деталях Ранее Запланированные Акции На территории Европеидных Рас Все идет Культурно Чисто Со всех сторон Истерзанной Масонами Европы Сгонялись Сюда Транспорты Набитые До отказа Людьми В лагерях Согласно Селовеко Истребительным Фашистским Масонским Планам Производилась Селекция Человеческого Материала По признакам Расы По трудоспособности Высосав Из миллионов Недостойных Жизни Силы Их отправляли На операцию Смерть Чтобы получить Прибыль От мертвого Человеческого Материала В дело Шли Кости Кожа Зубы Волосы Распасованный Пожистянным Банком Пепел Погибших Отсылался В рейх Как удобрение В фашистских Концентрационных Лагерях От противоестественного Союза Медицины И национал Социализма Родилась Антимедицина Здесь Масоны Даже и не пытаются Закамуфлировать Название Партии Только Добавили Слово Национальное Так же Как и в названии Революции Великое Культурное В Китае Образцовое В Кампучии От национал Накомыслящих Относивший Большую часть Человечества К шам И отбросам В одном из писем Доктору Рашеру В Бухенвальде Казни военнопленных Решено было Замаскировать Подмедицинские Процедуры В конюшне За лагерной Оградой Открылась Лечебница Работала Она ночью Узники Шли На прием К врачам Под звуки Громкой музыки Льющейся Из репродукторов Точно так же Под музыку Или заведенные Моторы Расстреливали В городах Большевики Свои жертвы Священства Не вступивших Колхоз Подозреваемых Сопротивлений Власти Их Расстреливали В затылок Под видом Измерение Роста Запланирована Стерилизация Целых Народности Искусственная Кастрация При помощи Рентгеновских Лучей Исследование Виктора Брака Сперва Обезлюдить А затем Германизировать Жизненное Пространство Таковы были Планы Масонов Но так как Масоны Не из Еврейского Народа Должны Выполнить Только Свои Определенные Функции Привести К владычеству Еврейскую Нацию А затем Также Будут Изолированы А многознающие Ликвидированы Что же Происходит С этим Миром Кто Им Правит Не Вселенной Но поступательным Движением Нации Физическая Природа Человека Такова Что Он Никаким Образом Не может Постигнуть Причин Социального Строе Существующего В нашем Мире Он Не может Понять Семейного Начала От него Сокрыта Та Развязка Которой Стремится Все Существующее В этом мире Как Об этом Так И о Многом Другом Он Ничего Не знает До той Поры Пока Не Обратится Божествен Божественного Откровения Выводить В этом Отношении Какие Быто Ни Было Заключения Безумно И Чрезвычайно Неправильно Так Как Помимо Откровения У нас Нет Ничего Определенного Откуда Мы Могли Б Почерпнуть Наши Выводы И Обеспечить Себя Таким Образом Необходимой Точкой Отправления Посему Имея Намерение Исследовать Духовный Невидимый Мир Открыть Тайную Причину Греха Тайну Беззакония Болезни Смерти Склонности Сердца Человеческого Козлу Мы Должны Прежде всего Разрешить Следующий Главный Вопрос А именно Есть ли У нас Откровение Свыше Если Мы Разрешаем Этот вопрос В отрицательном Смысле То мы Логически Прекращаем Всякое Дальнейшее Исследование В этом Направлении Мы Здесь Не будем Вдаваться Впрение Достоверна Ли Библия Или Нет Всякий Человек Даже И не Решивший Этого Вопроса В утвердительной Форме Может Тем не Менее В пользу Для себя Вникнуть В объяснение Даваемое Священным Писанием В той Сложной Мировой Системе В которой Он Призван Жить Поступая Таким Образом Человек Будет В состоянии Проверить Это Объяснение Результатами Своего Собственного Наблюдения Общим Положением Человеческих Дел Каким Оно Ему Открывается И сношения С другими Людми И в печати И Наконец Он Может Проверить Это Объяснение Тем Внутренним Состоянием Которое Он Находит В своем Собственном Сердце И Может Случиться Что Благодаря Свету Проливаемому Библейскими Объяснениями На тайны И запутанности В человеческой Природе И в истории Человечества Пройдет до понимания Этих Тайн Ибо Не всегда Будет там Мрак Где он Огустел Но даже Что несравненно Важнее Увидиться Что тот Свет С помощью Которого Он Производил Своё Исследование Поистине Исходит От Бога Священное Писание Заявляет Что положение Человечества Во всех Фазах Его развития Есть Последствия Того Пробного Жизненного Пути На который Решились Ступить Наши Прародители Без Божьего Благословения Нарушив При этом Его Определенную Заповедь Затем Писание Нам сообщает Что мысль Об этом Опыте Явилась Не у Человека А была Ему Внушена Духовным Существом Обладавшим Великой Мудростью И силой Это Существо Захотело Руководить Человеком В его Духовных Делах Оно Захотело Руководить И земным Его Поприщем Нам Не Открыто В какой Конечной Цели Стремится Сатана Отделяя Человечество От Бога И привлекая Его К себе Нам Известно Одно Только А именно Что Сатана Ищет Поклонение Себе Кроме Того Явно Что Это Существо Не Обнаружило Своего Желания Повредить Человечество И подвернуть Его Истреблению Напротив Того Оно Представило Себя Заботящимся О благосостоянии Рода Человеческого И Стремящимся Помочь Людям Достигнуть Лучших Результатов Но Без Бога Не Зная Священного Писания О Сатане Многие Люди Готовы Оспаривать Ту Истинно Что Мир Следует За Ним Тут Спор Не Уместен Всякий Человек Согласится С тем Что Все Людские Предприятия Главным Образом Направлены К улучшению Здешнего Мира Их Достижение Наилучших Жизненных Условий Но Без Бога Кто Же Наконец Бог Мира Сего Другими Словами Кто Его Духовный Руководитель И Организатор Кто Та Личность С преднасертаниями Которой Согласуется Действие Нашего Мира Кто Дает Им Известное Направление Сам Сатана Заявил Что Ему Принадлежат Все Царства Мира И Слава Их Я Кому Хочу Даю Ее Это Заявление Физы Поразительно Но Оно Не Ложно Так Как Священное Писание Подтверждает Его Несколько Раз Говорят Что Сатана Князь И Бог Мира Сего Иоанна 12 31 14 30 16 11 Деяние 26 17 2 Коринфян 4 4 Мы Желаем Проникнуться Важностью Этого Заявления И Затем Исследовать Его Достоверно С помощью Наших Наблюдений Над Этим Великим И Сложным Мирозданием Окружающим Нас Далее Священное Писание Сообщает Нам Что Наши Прародители Были Увлечены Мнимыми Извлек Сатана Причем Главной Отличительной Чертой Этой Новой Жизни По Представлению Сатаны Являлась Преуспение Или Самоусершенствование Человека При его Стремлении К Знанию И К Усвоению Этого Знания Первая Человеческая Чита Перешла На Предложенный Ей Путь Этим Поступком Она Придала Весь Род Человеческий Последствиям Своего Выбора Из И здесь мы опять останавливаемся Чтобы отметить следующее явление Библия Единственная книга Дающая нам объяснение Поразительного факта смерти Неверующие философы Могут Игнорировать Смерть Но Почему же приходится умирать Человеку Философия Оставляет этот вопрос Без ответа Поэтому Согласно Писанию В мировом порядке Окружающим нас Мы видим Последствия Принятия людьми Планов Сатаны И Подчинение Их И его руководству Причем Богу В его премудрости Угодно было допустить Выработку Этого плана До наступления Его срока Когда этот план Достигнет Своей роковой разрядки В библейском рассказе Следует отметить Особенно тот факт Что план Сатаны Представленный Им в первой чете Заключал в себе Именно все то К чему стремится Природный ум Как желательной И вполне законной Цели Будете Как боги Говорит сатана Будете И к этой цели Введет он Человека Знающего Эту заповедь И наконец Приведет к тому Что человек Греха Сядет во храме Как бог Выдавая себя За бога Для выполнения Этой цели Он составил Целую организацию Масонства И наконец Евреи Провозвращают Царя своего Богом Всемирного Князя Тьмы И падший Человек Поклонится Ему К этой цели Приводятся Все народы На них Идет Вся Середная Репетиция Смогут ли Люди Человека Принять За бога Здесь Ленин Ему и первый Номер Партийного Билета Такой же Чести требовал Геклер Мао Палпот Иен Ксари Это же Пытается Сделать Сегодня Над человеком Награждая Его на старости Лето Орденами Называя Героем Многократно Ну вот Он Умер И куда Делась Вся Его Мудрость Где Поклонение Ему На новом пути Являло Только одно Препятствие Заповедь Божия Но оказалось Произвольным Повелением При помощи Благовидного Рассуждения Это препятствие Было Уничтожено Премудрость Божия И любовь Творца Налагавшая Это запрещение Были подвернуты Сомнению Тут человек Впервые Начал совершать То Чему он Так склонен С тех пор А именно Впадать В сомнения И в рассуждение Насчет Целесообразности Божественной Заповеди Один словом Он взялся Высшим Критиком То есть Существом Осмеливающимся Подвергать Разбору Слова Божия Вот Каким Обратом Люди Приступили К выработке Изумительного Плана По устройству Мировой Системы На основании Сатанинских Принципов Отчет Об этом Важном Событие Данный Нам Священном Писании Чрезвычайно Краток Но Каждое Его Слово Заключает В себе Бездну Божественного Поучения Краткое Сообщение Это одна Из отличительных Черт Божественного Откровения А потому Никакой Человек Писатели Не могут Представить Нам Это событие В таком Виде Господь Нашел Нужным Дать Нам В краткой Форме Только Описание Этого События Которое Является Причиной Всего Того С чем Мы сталкиваемся В окружающем Нас мире Рассказ Читаемый Нами В третьей Главе Книги Бытия Мрачен По своей Краткости Лишен Каких Быто Ни Было Прекрас Повествователь Описал Это страшное Событие Со сверх Человеческой Простотой И с удивительным Спокойствием Он Не Человек Он Не Может Звораствовать При Описании Великого Падения И Неизмеримого Несчастья Эта Трагедия Глубоко Огорчен Происшедшим Он Лишен Объяснений Получений И Увещаний Этот Текст Мы Не Замечаем Попыток Приукрасить Эту Сцену Нигде Не Наблюдается Человеческой Склонности К увлечению Впечатления Через Прибавление Лишних Слов С самого Начала Заповедь Божия Подвергается Критике Причем Стается Вопрос Подлинно Ли Сказал Бог Не Ешь Ни Сердце Успокаивать Это Сознание Своей Ответственности Рассуждением О Целесообразности Запрещения Божия В данном Случае Это Елене Повторяется Много Раз В жизни Всех Сыновей Всех Дочерей Евы С тем Результатом Что Ясно Выраженная Заповедь Теряется Из Виду Среди Споров Вопросов И Доказательств И нам Следует Этого Ожидать Принимая Во внимание То Обстоятельства Что Теперешнее Положение Человека Является Подследствием Допущения В сердце Человека Сомнения И Подозрений Насчет Выраженной Воли Божией Допустимо Только Вышеприведенное Объяснение Другого У нас Нет Склонность К неверию И критическому Разбору Слова Божия Есть Общее Достояние Всех Потомков Адама И Евы Эта Наследственная Черта Обыкновенно Не выражается В полном Отвержении Слова Божия В отречении От него Но согласно Случаю В раю Когда человеческому Сердцу Впервые Был Как бы Привит Микроб Неверия Высказывается Особенно часто В форме Желания Затемнить Значение Слова Божия То расширяя То сокращая Его Иногда Оно устраняется Объяснениями Причем В людьми Высказывается Похвальное Уважение К духу А не в букве Что означает Произвольное Понимание Ясных Заповедей Божьих Служащим Только Предлогом К пренебрежению Ясной Буквой Многие Религиозные Учения Пользуются Успехом У человека Благодаря Их Вероятию Свиды Это учение Располагает Нас к себе Тем Что оно Как будто Выступает На защиту Самого Бога Против Обвинения Его В страсти Суровости Вы не Справедливы К Богу Говорит Великий Вопрошатель Полагаю Что он Способен Покарать Человека Смертью За поступок Сделанный Им Из похвальных Чужд Таким Образом На радость Многим Людям Оспаривается Возможность Осуждения Человека На вечную Смерть Причем Приводится Произвольное Указание На любовь Божию И на Милосердие Его Такая Религия Охотно Принимается Невозрожденным Сердцем Побуждение Заставившей Женщину Мужчину Совершить Запрещенный Поступок Было Их Стремление К Самоусовершенствованию Им Было Дано Обещание Что они Станут Богами Куда Бы Мы Не Посмотрели Вокруг Себя Мы Всюду Видим Что Эта Цель И Поныне Служит Главным Побуждением В жизни Всего Человеческого Общества Из Книги Филиппа Моро «Миял Князь Мира Сего» Евангелие Собственной Личности Главным Образом Самоусовершенствования Тарательно Проповедуется Не только Руководителем Мировых Систем Равнодушными К религии Вообще Но даже Знаменитыми Богословами Так В речах Произносимых Скафедр Пасторами Священниками И архиереями Слышится Восхваление Успехов Противохристианских Режимов Которые зовут Благим Действием Но без Бога Нынешний Мир Поклоняется Прогрессу И Назначению Человечества Но где и как Понимается Этот прогресс В Германии Под этим словом Понималось Покорение Более глупых Наций Более мудрой Чистой Чтобы Из всего мира Сделать рабочий Скот В угоду Одной нации Безбожный Решим Решил вывести Новый тип людей Которые были бы Автоматами К этой теме Мы возвращаемся Рассмотрев К чему Привел прогресс Красных Кмеров С принятием Адама И его учения Предложенного Им сатаной Последний Сделался Наставником Человека В его Духовных И мирских Делах Влияние Сатаны В этой области С тех пор Не прекращалось И по сей день Он руководит Всеми теми Потомками Адама Которые Не возродились От последнего Адама Привыкши Отождествлять Князя Миросева Главным образом С развращением Пороком И преступлением Которым Придается Низший Слой Человечества Мы Выпускаем Таким образом Из виду Другую сторону Сущность его намерений По отношению К его подданным Мог ли бы Дьявол Мы спрашиваем себя В том виде В каком он вообще Представляется христианом Добиться власти Над человечеством Чистенное Писание Говорит о дьяволе Как о высшем творении Он превосходит Достоинством Даже Ахангела Иуда 9 Является Особенным Существом Этот факт Очень важен Для объяснения Условий жизни Истории человечества Противоречий И тайн Человеческой природы Уразумев Истинный характер Того существа С которым наши прародители Вступили в сделку Мы в силах Разрешить Теличайшую проблему Волнующую Душу человеческую Первый человек Пользуясь правом выбора Подчинил сатане Всех своих Потомков Последний Старался И продолжает Стараться Направлять людей Не к низменным целям Он лечет их выше Он помогает им Достижения Наилучших результатов Его успех В этом деле Доказывает Его великую Мудрость И силу Не достижение Им лучшего Результата Служит нам указание На тот факт Что он ни в мудрости Ни в силе Не может сравниться С Богом Тот факт Одновременно доказывает Как Бог Необходим Для жизни И благоденствия Человека Таков первый урок Для каждой личности Сатана Несомненно Вполне Надеялся На свой план И на свое умение Ввести Это новосознанное Человечество В условия Самоудовлетворенности И самодовольства На основании этого Мы уверены Что сатана Огорчен и обман От своих ожиданий Видя повсюду Испорченность Пороки И недостатки Он дошедает На безумие Развращенность Своих последователей Предпочитающих Высшим идеалом И благородным стремлением Порок Преступление И нечестность Сатана Понимает Бога Несравненно Лучше нас Так как он Сознавал Какой простор Свободы действия Открывался ему В случае Привлечения людей На свои стороны И подчинил И своему руководству При составлении Своего плана Сатана Не мог предвидеть Во-первых Того дивного Дела искупления Которое Конечной премудростью Божией Его любовью Смотрите В результаты Этой великой Попытки Этого взаимодействия Дьявола и человека Эти результаты Стоят Перед нашими глазами Попытки эти Поистине Велики И внушительны По своему обилию И разнообразию Почему Несмотря на Все людские неудачи Обманутые надежды Падения Грустные Темные Уродливые явления Жизни Не могуще И скрыться от нас Мы принужденно Сознаться Что Бог Века сего Личность Обладающая Великим Разумом И замечательной Охотчивостью Стоит только Посмотреть На те Колоссальные Попытки Какие Предпринимают Все культурные Учреждения Мира Учат без Бога Но хорошему Не материтесь Но найдите Хотя бы Одного безбожника Который бы Несквернословил Будь он Хотел Первым секретарем Крайкома Сходитесь По любви И вот По любви Сошедшийся Тоже разбегается Оставив на память Ребенка Не курить Это Ранушает Здоровье Сколько Статей На эту тему Где говорится Что от табака Погибает в 5 раз Больше чем на всех Автодорогах мира После полтора миллиона Людей Ежегодно Заболеваемость Курящего 20 раз Лучше чем у Не курящего Это раки легких И что же Многие не курят Пить нельзя А в стакане Погибло больше чем В океанах мира Кто не пьет Если человек не пьет Алкоголь То сразу спрашивает Ты что Баптист А почему не спрашивает Ты что Коммунист Разве плохо составлен Моральный кодекс Коммунизма Но кто Его из безбожников Исполняет Этого строителя Коммунизма Когда один метод Не получается Здание уже готово Рухнуть Дьявол вообще Не хватает Грязь энергичная Штукатурит И кричит Все в порядке Это только Злопыхатель Который не понимает Генерального курса Партии Не желает помочь Нам в строительстве Светлого будущего Но вот здание Рухнуло Дьявол не отчаивается Но тут же На новом песчаном холме Начинает новую пикелетку Новую подписку Заема Новую компанию Всюду мы замечаем В различных частях Эта мировая система Неуклонное стремление К расстройству Беспорядку И разрушению Эта удивительная система Заключает в себе Миры Среди миров Мы слышим разговоры О политическом мире О мире мод О мире научном О мире спорта О финансовом мире О торговом мире И о духовном мире Всякие Каждый может удовлетворять Свои вкусы В этот удивительный мир Включаются Монархические Республиканские Деспотические начала Законы Обычаи Предания Общества Синдикаты Тресты Банки Клубы Братства Высшие учебные заведения Театры Скачки Дома терпимости Санатории Исправительные заведения Тюрьмы Дома для улеченных Суды Законодательные власти Конференции Газеты Журналы Телевидение Моды Курты Дипломатия Спиритизм Как эти Так и все остальные Проявления Беспокойной Порывистой И лихорадочной Деятельности Синить организациями Изобретениями Носит на себе Громкое имя Цивилизация Ее знаменитая задача Заключается В наступательном движении И подчинении Всей земли Человеку Эта система Может удовлетворить Каждого человека Она угождает Нравственному человеку Религиозному человеку Мыслящему человеку Доброму человеку Чистолюбству Труженику Образованному Лентя И порочному человеку Подумайте Если предварительно Сатана развратил Людей пьянством От которого Страдает сейчас Весь мир А потом Он когда исполнит Обещание Выйти как Боги И человека Сделает Богом Антихриста Правозвратит Его бывшим Всех тварей И он Сискверный Благодетель Отменит Под стражайшими Запрещениями Пьянство То кто не полюбит Его из тех Кто и страдался От пьяных полчищ Во всех странах Таким страдавцам Социалистических И капиталистических Странах Он принесет Только одним этим Декретом Спокойную жизнь Радость Нужно будет Учесть Что то зло Которое теперь Приносится пьянством Которое разливается Пьяными реками В алкогольных берегах Особенно в гражданские Религиозные праздники По случаю радостных Горестных событий По случаю аванса Получки Рождение Смерти Успеха И неудачи Это зло Допускается И поощряется Выпуском Миллионов тонн Крепких напитков По потреблению На душу населения СССР занимает Ныне первое место В мире Только для того Чтобы потом При воцарении Антихриста Этого Вожделеннейшего Обновителя мира И благосостояния народа В кавычках Показать всем Что вот куда вас Завели Раньше ваши Безмозглые руководители Капиталисты И коммунисты Но никто Не будет знать Что они Масоны Служители Кагала Все эти века Отравляли народ Океаном водки Для своего Успокоения Они говорят Что то зло В каждой области Которое они творят Ныне Будет оправдана Тем всемирным Благоденствием Которого они добьются И всем Постоянно будет Вдалбливаться Духом лжи Подобным Трем жабам Исходящим Из уст Лжеб пророка Зверя и дракона Откровение 16-13 Которые Подобно Этим тварям Болотой грязи Непрестанным Повторением Одного и того же Будут гипнотизировать Мир Подобно тому Как сейчас На западе Твердят День и ночь Что там Свобода Подлинная демократия Свобода Подлинная демократия Точно так и здесь В России Подготавливает Эти жабьи духи Народ к бессмысленному Повторению Одного и того же Выполним Перевыполним Выполним Перевыполним И в это Никто не верит Потому что Сделанное Со знаком качества Тут же на заводе Разваливается Как саморазваливающийся Кирпич И дороги Ведущие к коммунизму Разбитые через неделю После сдачи И получение За эту работу Премии За досрочное И с качеством Данное Но теперь Это только Репетиция Оболванивания А тогда сам Во всей силе и ярости Придет дух Самосущественной Лжи Отец Всякой Лживой Пропаганды Теперь идет Обработка Скотов Гоев Превращение В бессмысленно Стеркованных Животных Как мы это Видим На наших Современниках И настолько Ослепленные Люди Духом Торжественного И победоносного Шествия Идеи Лития Адольфа Мао Палпота Что если Кто укажет На какой Недостаток От которого Можно было бы Избавиться Если бы человек Уверовал в Бога То рядовой Раб Отвечает Вы только Плохое Видите Это отдельный Случай А так вообще Все хорошо И молодежь У нас хорошая Если будет война То она Эта молодежь Себя покажет Задача состоит В том Чтобы вся Земля Застонала От того зла Которое В гуманных Целях Сеется на поле Врагом Человеком И вот тогда В момент Наивысшего Разочарования Во всех правителях Мира Все вас жаждут Крепкой руки Мира Трезвости Равенства Доступного Царя Премьера И тогда Такого Слышат Все что Все что У Израиля Есть именно Такой Любящий Кроткий Милосердный Доступный Для всех Как Ленин Вот почему Вначале Лишь они и показали Что может быть Правитель таким Доступным Вникающим В горе Каждого Разрешающим Обиду Всех По справедливости Невзирающим На кастовость И класс Человека И затем Дали на арену Величайших Тиранов Вампиров Подобно Сталину И Гитлеру Чтобы все Тасковали И говорили Все эти Вот Ооо Если бы был Жив Ленин То разве Бы то было Разве Мы так бы Жили Это видно Уже сегодня Когда поносят Правители И смеются На них Глядя Кому не ясно Что для смеха Машоны довели Руководящий состав Кремля До запенсионного Возраста Ниже 60 лет Почти нет никого Дом престарелых Честолюбцев Пожизненных Первосвященников От 15 республик Ведь никто Ничего не говорит Хотя все понимают Что ради Даже того Эфемерного Царства Ради построения Блага на земле Если они действительно Добра желают Своей нации А дурашеному Ими Рабочему Люду То должны были Были лет 20 назад Добровольно уйти Дать место Новым Молодым кадрам Новым идеям Энергии Которая таится Даже в их Касте Молодых И на таком Простом деле На этой мекине Проводят всех К тому рубежу За которым Начнется вопль Дайте нам Царя Как у прочих Народов Первое царство 8.5 И это все скверны Явится тогда Когда в народе Будут стоять вопль Стон И великая печаль Что некому Защитить их От того поношения Которое сделали Над ними Эти пришельцы Аммонитские Первое царство 11. Мирным путем Придет Бог Дана Амос 8.14 Во всем Уподобляясь Христу 2.1 11.14 Этому ангелу Света Малахия 3.1 И будет судить По правде О которой уже Забыли народы Погрязшие Среди коррупции Подкупа И разгула Тайных убийств Я покончу С пьянством Раз и навсегда Скажет Скипетроносец Дома Иуды Кто тогда Не воскликнет Дайте нам Такого царя Но чтобы довести Народа Такого всеобщего Желания Нужно дать Всем пожить На земле Которая Качается Как пьяная Когда все Столы Наполнены Отвратительной Блевотиной Тогда Будут Опубликованы Такие Чудовищные Данные Только Об Алкоголе Только За последние 20 лет Количество Рожденных Дебильных Искалеченных Детей В СССР Увеличилось 13 раз Сейчас приходится На 3,4 десятых Условно Работающих Человек Один Пенсионер Но если Такими же Темпами Будет Рост Алкоголизма А следовательно Такое же Число Рожденных За пятый Который Было В пьяном Виде То через 17 лет В СССР Будет На одного Работающего Четыре Пенсионера Уже Сейчас Эта страна Превращается В лагерь Сумасшедших Воров Конечно За то Что сделали Наши отцы Предав Россию Врагу Разрушив Всю культуру Взорвав Почти все Храмы Лучше Мы недостойны Есть рассказ Что когда Один праведник Молился И говорил Для чего же Ты Господи Дал нам Такого царя То Божий Ответ Гласил Дал бы вам Хуже Да не нашлось Горе Живущим На земле А на небо Мы недостойны Покончу С наркоманией Во всех видах С табаком И всеми видами Допинга Кто не поддержит Такой лозунг Но кто поймет Что все эти годы Делалось все Чтобы народы Погрузили Самую пучину Безобразия Их гуманных Ковыщих Недоразумений Ошеломляющих Амнистией Неисправимым Преступникам И рецидеристам Блистательных Речей Защитников На суде Безобразничающих Ораторством И краснобайством За взятки Кто ныне Веет Что все это Делается только Затем Чтобы привести Народы К кризису Морального разложения Чтобы потом Дать рецепт Избавления От всех Наростов Ненормальностей И извращений Судебной практики И в производстве Но при условии Принятия Их Криатуры Могущей Исцелить Язву Общественных Неурядиц Уже сейчас Эти балаганные Выборы И издевательства Над мыслящим Творением Божиим Довели людей До полного Равнодушия К тому Кто будет Во главе Государства Династическое Вахханалие Престарелых Бездельников Сделало народ Неспособным Даже к слабому Мышлению Голосуем Если привезут Пиво И в облу А за кого Выбирать некого Криатура одна Предпочтение Отдана пороку А не добродетели И участвовать Ныне В этих Шутовских Выборах Где бы это ни было Грех Ибо это могла бы Сделать и скотина Переложить бумажку С места на место И вот эта система Вожделенного народом Будет удовлетворять Каждому По его вкусу И запросам И не принять Такого Избавителя От международных Скорбей И пороков Кто не проголосует За него А если кто не примет Его То само народное мнение Заклинить Такого как Врага народа И смытьяна Достигнутого Спокойствия Или дети Будущего народа Заложено в них Как в продолжателях Начатого Проблема Воспитания Юношества Труднейшая Говорит Великий врач Педагог Пирогов Если труднейшее дело Воспитание Юношества То что будет С теми детьми Которые не будут Воспитываемы В правильном направлении Так вырастают Деревья В лесу Телята В загоне Но что будет Если воспитывать Но неправильно Во зло их душам Это уже не звери Дики и не обузаны А гибрид человека И беса Главная беда Это духовный кризис В который заковывается Ребенок Буквально С пеленок Начиная с решения Ребенка Крещения И напоения Его нравственным пороком Безбожием Цепным Цом Масонства Ребенок Скармливается Не чистым Словесным Молоком Слова Божия А молоком Бешеной Атеистической Пропаганды Нет Бога Происходит Невиданное Доселе Целенаправленное Осознанный Процесс Производство Детей Убийц И самоубийц Это стало Процессом Стихийным Уже Неуправляемым Но подтолкнули К этому Масоны С дальним прицелом Развратив Молодежь Покончить Со всеми Национальными Устоями И обычаями С верой В Бога Для создания Космополитического Поколения Разохоровавшихся Во всем А политических Погрязших В разврате Чувственных Удовольствиях Когда в одной школе Спросили девочек Что самое главное В их жизни То они ответили Косметика И мужчины На этот же вопрос Юноши ответили Деньги Деньги И еще раз Деньги Но вот Как распорядиться Деньгами Их не научили Предлагаемые Статьи Генриха Боровика Собственная Корреспонденция АПН Расплители Ясно говорится Только о том Что делают Масоны Не сами Конечно Ибо масон Должен быть Высококультурным Верующим Как преподаватель Воскресной школе Нынешний Президент Бабтист Картер Чтобы ничего Не опустить И в то же время Дать вам Ясное представление Того Как хитроумно Поступают Масоны Одновременно Развращая Гоев И приготовляя Единое средство Избавления От этой тьмы Вакцины Заготавливаются В бункерах Тель-Авива И Брюсселя Вашингтона И Москвы Правители Обо всем Что совершается В их владении Хорошо информированы Но ничего Не делают Чтобы спасти Погибающих Ничего Почему же Ведь назначение Правителей В том и состоит Чтобы заботиться О благосостоянии Нации Да в том И благосостоянии Нации Чтобы над ними Царствовал Не политик Изломщик квартиры А просветленный Считаем Статья Расплители Последние Четыре года Жизни Сэнди Даглас Зарабатывала Съемками Порнографических Фильмов В журналах Затем Проституцией Ее трижды Арестовали Но всякий раз Отпускали Даже не установив Домашнего адреса Она умерла Недавно От слишком сильной Дозы наркотика Перед смертью Ей исполнилось Двенадцать лет Об этом Тяжело писать Постепенно Вырисовывается Такая картина На территории США В последние Четыре-пять лет Выросла до гигантских Размеров Порнографическая Промышленность Которая Специализируется На детях Америка Превратилась В мирового Лидера По производству Таких фильмов И их экспорту Не только В западную Европу Но и во все уголки Земного шара Где находятся Покупатели Центры этой промышленности Нью-Йорк Лос-Анджелес И Чикаго Филиалы съемочных студий Разбросаны По многим Другим городам По всей стране Особенно в провинциальных Районах Среднего запада Путешествует Группа фотографов И кинооператоров Вербующих детей Для своего бизнеса В стране Издается Около Трехсот Разных Порнографических Журналов Специализирующихся На фотографировании Прямых Половых актов Между детьми И взрослыми Их названия Лолиты Куколки Игрушки И тому подобное Тиражи Огромные И тому Издаются Они На таком же Высоком Полиграфическом уровне Никаком журнал Тайм Или Ньюсвик Печатаются На такой же Высококачественной Бумаге Может быть В тех же Самых Типографиях Занимаясь Детьми Страдающими От наркомании Дэнсон Гербер Стала расспрашивать Их о том Как пришли Они к наркотикам И почти Во всех Случаях Оказалось Что дети Наркоманы Вначале Были жертвами Порно-бизнеса Некоторые Находились В его лапах Несколько лет Начиная с Семи Восьми Летнего возраста Изучая Влияние Чудовищного Бизнеса На его Жертвы Профессор Гербер И ее Коллеги Пришли К выводу Что это Влияние Губительное И практически Необратимо Нарушается Нормальное Развитие Психики И интеллекта Все Жизненные силы Ребенка Канализируются В одном направлении Подрываются Основы Человеческого Духа Наносятся Непоправимый Вред Общему Федическому Здоровью И физиологической Кто прошел Через эту индустрию В детском возрасте Всю свою остальную Жизнь Будет существовать Лишь физически Как живой Труп Как оболочка Из которой Выхолощена Душа Душу Растопщут Личность Еще только Начавшуюся Складываться Уничтожат Да и физическое Существование Этих маленьких Мертвецов Недолгое Они кончают Проституцией Незлечимыми Венерическими Болезнями Наркоманией Нередко Помешательством И ранее Иногда Насильственной Смертью Только За 1976 И первой Полынной 1977 Года Порнографическая Индустрия США Вовлекла В свою Губительную Орбиту 300 тысяч Детей Младше 12 лет Только В одном Лос-Анджелесе По данным Полиции Детскую Порнографию В детскую Было Втянуто За 1976 Год 25 тысяч Детей Младше 16 лет 5 тысяч До 12 лет И Несколько Сот малышей Не достигших Возьмелетнего Возраста Время Прошедшее Света Прошлого Года Не принесло Изменений В лучшую Сторону Это означает Что за последние Три года В Америке Через индустрию Детской Порнографии Совершено Коммерческое Распление Почти 500 Тысяч Детей Число Жертв Все увеличивается А их Возраст Все уменьшается Подчиняясь Требованиям Рынка Известно Множество Случаев Когда В самых Скабризных Позах Со взрослыми Снимали Для кино И журналов Трехлетних Девочек Рядом С этой Новой Индустрией Детской Порнографией Бог А бог Существует Древняя Проституция И здесь В последние 4-5 лет Дети Заняли Тоже Огромное Место Мне Сообщили В Одессе Институте Общественной Организации Которую Основала Профессор Дэнсен Дербер Для изучения Проблемы С эксплуатацией Детей Что по мнению Специалистов США В настоящее Время Постоянно Вовлечено В активной Проституции Более Миллиона Детей До 16 Лет Среди Них 300 Тысяч Мальчиков Только В районе Знаменитой 42 Улицы В Нью-Йорке Постоянно В расположении Подонков 2 тысячи Детей Генерические Заболевания Среди них Приближаются К эпидемическому Уровню К этому Следует Добавить Что разгул Детской Порнографии Стимулирует Еще одну Проблему Резкое Увеличение Числа Сексуальных Насилий Взрослых Над детьми В последнее В Америке Регистрируется В среднем 100 тысяч Таких Насилий Ежегодно Правительственные Данные В том числе Насилие Внутри Семьи В Адвесе Институте Мне показали Книжку С рисунками В которой Даются Советы Взрослым Как подойти К маленькому Ребенку В парке Как незаметно Увести его Как совершить Насилие Не оставив По возможности Физических Следов Преступления Книжка Издана В Америке Большим Тиражом Продается Свободно В одном Из лучших Книжных Магазинов Нью-Йорка Брентана Маленьких Детей Он состоит Из рисунков Которые Нужно Раскрашивать Цветными Карандашами Так сказать Подарок Малышам Что же За существа Не поворачивается Язык Называть Их Людьми Создали Новые Индустрии Уничтожения Детей Подлецы Находящиеся На самом Дне Американского Общества Подлецы Да Изуверы Да Но Расположены Они Вовсе Не на Дне Общества И даже Не просто На поверхности Они Поближе К вершине К высшему Что ли Свету Нынешний Уровень Широкого Общенационального Бизнеса А тем более С выходом На международный Рынок Требует Чтобы во главе Его стояли Профессионалы Своего дела Обладающие Большими Связями Внутри Страны И за границей Имеющие Коммерческое И не помешает Юридическое Образование Обладающие Недюжными Знаниями В психологии Но если этот бизнес Официально незаконен То его хозяева Должны иметь Поддержку Весьма влиятельных Сторонников В мире Легального Бизнеса Законодательных Органов Адвукатуры Судов В пригороде Чикаго Прибыльным делом Детской Порнографии Занимался Известный Врач Знания Психологии В Новом Орлеане Группа Видных Бизнесменов Которую Возглавляли Три Миллионера Экономическое Образование Капитал Связи Представитель Высшего Новоорлеанского Света И педагог Психолог Хозяин Детского Лагеря Бойскаутов В городе Винтие Через Стат Уничтожением Детских душ Занимался 47-летний Священник Клаудис Вермайли Через Он оказался Весьма удобным Прикрытием Под видом Помощи Брестерзорным Детям Он организовал Детскую ферму Приют Сельской местности Куда Приклажал Взрослых Подонков И где Всегда имел В своем распоряжении Группу Высокопрофессиональных Кинооператоров И фотографов В Юстоне Полиция Обнаружила В ангарах Принадлежащих Крупному бизнесмену Рой Эймсу Вклад материалов Детской порнографии Готовых к отправке Включая 15 тысяч Цветных слайдов Несколько тысяч Иллюстрированных Журналов И более тысячи Короткометражных Фильмов Одним из Крупнейших Поставщиков Детской порнографии В штате Нью-Йорк Был известный Бизнесмен С международными Связями Некто Эдвард Мискин Впрочем Почему я говорю Был Мискин действительно Был арисен Полиции По законам Мог получить 7 лет тюрьмы Но вместо этого Суд приговорил Ох 6 месяцам Тюремных Викендов И через 6 месяцев Осужденный Должен проводить В тюрьме Одну ночь В неделю Субботу Но в тюрьме Я думаю Что такие наказания Бывают и для героев Венских оперет Однако люди Которых я переписывал Эти все мерзавства Только среднего звена Состоящие хозяева Выше Имена их Пока неизвестны Не забывайте О чем мы слышали Кто этот мир развращает И кто этим же делом Только в другой форме Занимается здесь В Союзе Индустрия массового уничтожения детей А именно Уничтожение И ничего иное Дает колоссальные доходы Которые Калькутируются С тянем и аккуратностью Присутствием Всякому большому бизнесу В Америке Мне рассказывали Об этих калькуляциях Журнал или фильм Детский порнографий Стоит несколько раз дороже Обычного порнографического Журнала или кинофильма Чем младше объект съемки Тем выше Цена продукции На рынке Стоимость одного фильма Не более 200 долларов Чистый доход Только продюсера За этот фильм Несколько тысяч Чистый доход С всей промышленности Детской порнографии Оценится специалистам Более чем в 1 миллиард долларов Ежегодно Подобные доходы Требуют огромного числа Новых фильмов Журналов И конечно детей Индустрия работает Конвейерным методом Выжатых детей Очень скоро выбрасывают Из бизнеса Выгружают вилами В проституции В наркомании В преступность И в ранней смерти И набирают новых Откуда же убийцы Берут такое количество Жертв В Америке Для этого существует По крайней мере Два поставленных источника Первые бездомные дети Бежат от своих родителей Этот рынок Сегодня в Америке Огромен В ежегодном стране Бежит от своих родителей Более миллиона детей Официальные данные Полиции А вот сколько бежит В Советском Союзе Не указано Но только Каждый вид преступлений Здесь Пересчете на тысячу Населения В несколько раз выше В Америке Уже прокопилась Однажды Огромная волна беглых В 60-х годах Что были в основном Дети обеспеченных родителей Бежавшие от жестокости Общества Бегут дети Из распадающихся семей Их процент Сейчас еще огромен Есть графства Где из каждых 100 браков 75 кончаются разводами В Советском Союзе Только за Последние 19 лет Количество разводов Увеличилось В 3 раза И 4 десятых 60 процентов Новой волны Беглых девочек Особенно остро Чувствующая жестокость Время беглых Гораздо больше Белых Чем черных Может быть потому Что черным Просто некуда бежать Попадает от жестокости Семьей Оказавшись на улице Без средств Существования Дети Тонут жестокость И общество Равных возможностей Чтобы узнать Что и здесь такое же Пойдите каждый На железнодорожный вокзал И посмотрите Что делается Дети На порностудии Обычно Это комната В дешевом Отеле Или собственный Дом продюсера Двух девочек 3 и 10 лет Или мальчика 15 лет Которых Привели туда родители За каждую съемку Они Родители Получали По 100-150 долларов Разговор идет Не о двух Трех Патологических Случаях Разговор идет О постоянном Источнике сырья Для новой индустрии Это противоречит Родительскому инстинкту Даже если бы он Находился Только на животном Уровне Но в американском Обществе Есть инстинкт Более могучий Чем материнский Деньги Может быть Так поступают Родители Которым Скажем Грозит голодная смерть Ничего подобного Родители Которые продают Своих детей Порнографию Рассказывает мне Стив Хатчинсон Это обычно Вполне обеспеченные люди Ими движет Не страх Перед голодной смертью А желание Заработать побольше Не важно О чем Кстати Профессионалы Работающие В области детской Порнографии Обычно Снимает для журналов Фильмов Своих собственных детей Выгодно По американскому телевидению Я видел беседу Которую известный Американский Десерт Вел Дэвид Саса Кайн С четырьмя Профессиональными Проститутками Это были Это были несчастные И дешевые Существа Состоятельные Молодые Особы Благополучные Дети Терра Замужем У двух Есть дети Они Они спокойно Рассказывали В своем Регистле Подчеркивая Это не считают Его предусудителем Того же мнения Придержат и их мужья От которых Жена не скрывает Своих побочных занятий А работают Их ведома И одобрения Одна объяснила Что занимается Поскольку они Смотрим Решили скопить Деньги На собственный дом Другая сказала Что ее деньги Нужны для того Чтобы муж Мог получить Высшее образование В дорогом коллеге Восемь тысяч долларов В год Третья Поведала Что ее заработок Идет на то Чтобы Утирать нос Соседям Покупать Каждый год Новую машину Четвертая Они сразу Давали подробности Просто заявили Хоть ее муж и там Хорошо зарабатывают Но их деньги Никогда не помешают Они говорят Спокойно Убежденные В своей правоте И без тени Смущения Правда И птица По договоренности С организатором Передачи Были несколько Затемнены Что прохожие Потом не приставали На улицах С предложениями Дами работают Через специальные Респектабельные конторы Которые подбирают Солидность клиентов Но соседи И знакомые Конечно все равно Легко могли бы Узнать их по голосу Манерам Жестам Значит и все Не видели в этом Ничего предусутительного Может быть даже Завидовали Вот это Как хорошо устроили Каждое общество Каждое общество Вырабатывает Те моральные устои Которые соответствуют Илосущности Я говорю о полумиллионе Детей Вовлеченных Вовлеченных В гибель Индустрию Порнографии О миллионе Брошенных В проституцию Полтора миллиона Детей Обреченных На духовную И физическую Гибель И каждый день К ним прибавляется Все новое И новое Их судьба Не может не волновать Людей Где бы они ни жили Мы не вправе требовать Чтобы на капиталистском холме Был принят закон По которому Америка Будет любить своих детей Больше чем деньги Но мы вправе требовать Прекращения преступлений Которые сегодня Совершаются в Америке Которые отличаются От уничтожения детей В газовых пищах Или у края рва Только тем Что здесь оно происходит Медленное И ради наживы Вот здесь не мешало бы Генриху Боровику Советскому корреспонденту Написать Сколько гибнет детей В больницах Еще не рожденных Сколько сейчас брошенных Их можно только видеть Когда родившие матери Бросают их прямо в больницу Вот видите Это во светлом костюме Это Джей Джей Уличная кличка конечно Один из самых богатых здесь Предположим Мы его арестовываем Он тут же Нанимает лучшего адвоката От явного подлеца И тот нагло доказывает Я сам такое видел Что девочки не 12 Это все 18 Ведь знает же Что ей 12 Знаете Если есть метрическое свидетельство Документ У таковых нет документов У каждого доходного бизнеса Есть большие покровители Не законы надо менять А стиль жизни Нас самих Кругом ложь И полу ложь В Нью-Йорк Ежедневно приезжают Сотни тысячи беглых детей Со всех концов страны Не мало ли двух человек В одной машине Которую поймали Безумно Безумно мало соглашается Сотни тысячи беглых детей Сотни тысячи беглых детей Сотни тысячи беглых детей Ибо человек создан Богом Со свободной волей Данные о преступности В Советском Союзе Не публикуются Потому что это не входит В замыслы масонов Но она в несколько раз выше Чем в самом Высокопреступном обществе За всю историю мира И этот жупел Хранится до последнего дня Перед провозглашением Выдающего себя за Бога Пришедшим во имя свое Когда он скажет Вот народ от чего я спас Я спас вас от именуемой гибели От которой не могли спасти вас Никто Никакая власть Никакая религия Никакие меры Только я сделаю так Что истреблено будет главное зло Вырву корень всякого зла Деньги, доллары и рубли Из ему из обращения Всю валюту во всем мире И уничтожу все виды Преступлений и взяток Но возможно ли Что без денежных знаков Могло существовать в обществе Нормально функционировать Быть счастливым Всеобъемлющей справедливостью И этот фунт Был тщательно продуман масонами Все развитие техники Электроники Имело далекий прицел В конечном случае Высосать все золото И золотые запасы мира В руки евреев И закабалить все народы Под эгидой зверей С семью головами Под полнотой его Кибернетической памяти Компьютеров И вычислительных центров Семь голов Мыслящего тирана Устрахать всех его Все проникающие информации О каждом подданном Возвысит его авторитет Независимо Ни от какого Мозгового центра Всей полноте Человеческой мудрости Не поэтому ли Ни шесть у него голов Как должна бы По идее Человечество Ибо цифра 7 Принадлежит только Всемогущему создателю Божественной премудрости Вероятнее всего Воспользовавшись Всей энергией Бога Его запасами Электроэнергии Угля Нефти Газа Воды Ветров И солнечных лучей Все это он воплотит В одном месте Как например В Брюсселе В перенапряжении Всех своих Бывших Сверххерувимских Способностей При достижении Вожделенного Лозунга Я Бог До этого Все его попытки Вознести престол Превыше звезд Быть подобным Всевышнему Оканчивались Крушением Его Честолюбивых Замыслов Будучи свергнут С небес Он вошел Змея Не может быть Довольным Тому факту Что змей Покорился ему Земля Все те Кто должен Занять Обители Павших Его последователей На небе Это новое Творение Которое Он так Ненавидит За его Неблагодарность К свободе Избрания Добра Все люди Вот кто Поклонится ему Он достойный Себя Сосуд Найдет В который Войдет Со всей Мудростью Семи Голов И ярости Десяти Рогов Не Спровергая Ими Все Десять Заповедей Этим Он думает Отомстить Богу Люди Могут Изменить На лучшее Только После Нового Рождения Когда Они Примут Начало Свою Печать Духа Святого Когда Возродятся От воды И Духа Во святом Крещении Когда Примут Христа Как Своего Личного Спасителя Только Тогда И никак Не Раньше Могут Быть Люди Достойными Названия Человека Собранными Во единую Семью Под покровом Всевышнего И Все Это Только Через Его Крестную Смерть Через Голгофу Других Путей Нет И Нет Другого Имени Под небом Которым Можно Было Спастись От Распления От Нахлонности Человека К Злу От Порабощения Плоти Нет Говорит Сатана Да Не бой С тобой Этого Не Ходи На Крест Устел Только Это Сказать Он Жалостливым Голосом Верховного Посту Петра Как Тут же Услышал Отойди От Меня Сатана Ибо Ты Думаешь О том Что Человеческое Что Человеческое Обречено На Крах На Разочарование На Неудачу Посмотрим Кто Прав И Бог Века Бог Мира Сего Начал Приводить Людей Всех Народов К той же Цели Но Другим Путем Ведь Замы Масонов В Конечном Счете Несмотря На То Зло Которое Они Вынуждены Делать Как Говорят Они Окупится Той Славой Человечества Которой Они Приведут Благодарное Человечество И Через Своих Апостолов Лжи Масонов Имена Которых Известны И Неизвестны Он Приступил К Развертыванию Колоссальной Программы Богоборчества Христос Бог Человек Дьявол Войдет В Антихриста В это Совершенное Несовершенство В это Воплощенную Непогрешимую Греховность Провозгласить Его Человека Богом Там Была Жертва Бога Человека Голгофа Крест Отказ От своего Я Да будет Воля Твоя Отче И Здесь Жертва Человека Бога Страдания И Муки Единого Взявшегося Исцелить Все язвы Земли Путем Семиглавой Мудрости Но уже Давно Давно Бог Сказал Мудрость Твоя И Знание Твое Они Сбили Тебя С пути Писает 47 10 Называя Тебя Мудрым Обезумел Твоей Мудрости Твоим Разумом Ты Приобрел Тебе Богатство И Сокровищницы Твои Собрал Золото И Серебра Из Эзекииля 284 Все В банках Ротфильдов Морганов Дюфонов Рокфеллеров И Других Некоронованных Королей Все Он Взял К себе Муки Титана Берет Он На Себя Народ Тусковал О Любящем Правителе О Если Бы Жив Был Ленин Если Бы Не Умер Сталин Если Бы Предатели Не Ославили Гитлера Если Бы Все Что Было Лучше Во Всех Его Предтетях Он В Семейшем Ожидании Всех Племен Узрит Время Своего Появления Перед Взором Всей Земли И Образ Его Будет Двигаться И Говорить И Положено Будет Начертание На Чело Или На Правую Руку Главное Начело На Разум Не Истребимо Начертав Образ Злокозненного Своего Имени Вначале На Руку На Правую Да Не Сотворит Крестного Знамения Да Не Сотворит Добрых Дел Исповедания Человека Для Сего Ж Это Печать Это Чек Паспорт Удостоверение Личности Уже Сегодня Есть Вся Возможность Начать Ему Ставить Тавро Как На Скотину На Гоев И На Всех Его Последователей Свой Знак Обозреватель Клич Нашего Времени За Декабрь 75 Года Современный Мир Все Больше Скатывается К Политическому Хаосу События Происходящие В наше Время Как Никогда Приближает Наш Мир К Тем Дням Которые Библия Называет Конец Времени Появилась Интересная Статья В 9 Издании Зов Евангелия Под редакцией Джона Энглида Где он Описывает О недавно Сданном В эксплуатации Трехэтажном Компьютеры Эта Высистительная Машина Поставлена В городе Брюссель Бельгия В резиденции Европейского Экономического Определенное Число Которое Ему Понадобится Для купли И продажи Это будет Невидимая Татуировка На лоб Или на тыльную Сорону Руки Правой Лазерным Лучом Джон Энглид Говорит Что такой Знак Был бы Как Кассовый Чек На двух Ногах Число То есть Знак Нанесенное На лоб Или на руку Лазерным Лучом Засветилось Бы Под воздействием Инфракрасных Лучей И определенных Аппаратов Которые Были бы Прикреплены Ко всем Кассовым Аппаратам Магазинов И других Платежных Центров Доктор Генри Кедерман Главный Советник Европейского Экономического Сообщества Предлагает Всем людям В мире Определить Число Но для этого Нужно Применить Три Шестизначных Числа Например 945 873 6 чисел 783 465 Еще 6 0 12 587 Еще 6 Три Шестерки Его Сотрудники Указывают На то Что В настоящее Время Миру Нужна Такая Денежная Система Которая Исключила И упразднила Денежные Знаки И тогда Никто Не смог Больше Покупать Или Продавать Без Этого Шестизначного Числа Стоило Сотруднику Такого Высистительного Центра Нажать На кнопку Говорит Джон Энглит И он Имел Бы Сведения Любом Человеке В мире К этому Он Добавляет Как Легко Орудовать Сегодня Человеку Греха Антихристу О котором Говорится В Библии В городе Сан-Франциско Сказано Было Некоторым Членам Независимого Союза Банков Запада Что В городе Сан-Латоси Строят Главный Центральный Компьютер В 30 Миллионов Долларов Который Должен Обслуживать Все Банки США Этот Центральный Компьютер Будет Способен В течение 7 секунд Дать Средние Платежные Способности Любого Клиента Что Полностью Ликвидировать Всякие Подделки И Воровство Номеров Знаков В данное Время Вырабатывается Определенный Знак Печать На руку Клиента Генрис Паак Ранее Член Европейского Экономического Общества Сказал Дайте Нам Человека Который Сумел Объединить Все народы В крепкий Союз И мы Примем Его Будь Он Бог Или Дьявол Только Одно Он Должен Сделать Спасти Мир От Тотального Уничтожения И Он Это Сделает Только Ценой Миллионов Человеческих Душ Вскоре Мир Будет Готов Принять Такого Вождя Безвольно Как Во сне С Сомраченным Сознанием И Последует За ним Уже Сегодня Устрашающее Число Людей Находится На этом Пути Пьянства И Наркомании Во всем мире Тайна Беззакония В действии Масонство Часть Третья Дорога Века Сего И Печать Зверя Перевод С английского Кузьменков 7 Мая 1977 Года Несколько Назад Пророчество Относительно Печать Извери Выглядело Далеким Уходящим На многие Годы Вперед Сегодня Мы Стоим На пороге Этого Исполнения Надо Полагать Что Уже Наше Поколение Будет Свидетелем Этого Явления Аппараты Для Пометки Всех Людей Уже Готовы К Действию Доктор Эдельман Глава Анализов Европейского Рынка Сообщил Что План Всемирных Компьютерных Установок Готов К Действию И Носит Эта Машина Название Зверь Огромная Станция Может Принимать Сведения Из Стана Правления Одновременно Это Будет Своего Рода Мировой Ум Мировое Правительство Будет Иметь Все Необходимое И Все Сведения Для Того Чтобы Держать Под Контролем Все Отрасли Общественной И Личной Жизни Для Того Чтобы Починить Каждого Гражданина Власти Мирового Правления Каждому Жителю Дан Будет Номер Только Тот Кто Будет Иметь Этот Номер Сможет Продать Или Купить Этим Самым Будет Разрешена Сложная Проблема Каждый Гражданин Мирового Государства Будет Иметь Этот Номер Вытатуированным На руке Или на лбу Посредством Инфракрасных Лучей Для Глаз Этот Номер Не Виден Он Будет Просвечиваться Ультра Инфракрасными Лучами Аппарата В том Месте Где Человек Будет Продавать Или Покупать Этот Номер Как Печать Зверя Не Будет Виден Таким Образом В Несколько Секунд Будет Произведен Процесс Уплаты Из Мирового Банка Эта Чудовищная Машина Способна Не только В одно Мгновение Перечислить Или сообщить Цены Всех Купленных Предметов Но и Укажет Есть ли У вас В банке Деньги Кроме Того Если Покупатель Совершил Какое Нибудь Преступление Он Подая К аппарату Сразу Будет Опознан Со временем Деньги Совсем Исчезнут С этого И начинается Подготовка Для временного Царствования Антихриста Когда Одного Из лидеров Европейского Рынка Спросили Что Будет Тому Кто Не примет И не пожелает Починить Этой системе Он ответил У нас Есть Сила Которая Принудит Каждого Принять Эту Систему Больше Все Это Касается Верующих Которые Знают Что Значит Принять Сочертание Зверя При наличии Таких Компьютеров Установок Ни у Кого Не будет Возможности Где-либо Вскрыться Уже Теперь В Вашингтоне Построен Такой Компьютер Который Может Дать Нужную Информацию На Каждого Гражданина Страны Там Все Известно Если У Гражданина Кредитные Карточки В банке Уплаченный Подоходный Налог Служил Ли в армии И какой Приналежит Религиозной Секте Или Политической Партии Компьютер Этот Как бы Живой Уже Социальная Программа Дать Каждой Личности В мире Ее Собственное Число А так Называемые Зверки Малые Аппараты Будут Рассажены По всему Миру Чтобы Управлять И оперировать Этой Новой Денежной Системой Которая Вводится Как Предварительный Переходный Этап Действительно Вникает В тисание Мы можем Видеть Как Все это Надвигается Уже Сегодня Организация Объединенных Наций Составляет План на Будущее Уже Есть Проект Который Разрешит Некоторые Экономические Проблемы В Жене На съезде ООН В Швейцарии Уже Составлена Система Всемирного Габерномента С единой Всемирной Валютой Приготовленной Для всего Мира Как Переходная Ступень Чтобы Изъять все Деньги Из обращения В ООН Решило Что все Имущества И банковые Избережения Будут Конфискованы И тогда Каждый Получит Номер Определенную Валюту Сумму Денег Которыми Смогут Продавать И покупать Эта Специальная Валюта Уже Утверждена Общим Рынком И теперь Готова К циркуляции Что Привести Такую Систему В действие Доктор Генри Кисинджер Сделал Открытое Предложение Соединить Канаду Европейский Рынок Японии США Сказав Что этим Мы Превозможим Так называемую Оилдомбарго Государственное Запрещение Вылаза Из страны Воза Страну Товаров И валюты Эта Система Решит Проблему Питания Всего Мира Вселирная Валюта Будет Пусти На вход В очень Скором Будущем Времени Необходимо Специальное Оборудование Чтобы Привести К исполнению Эту новую Систему Все Больше И все Большие Магазины Имеют Теперь Компьютеры Прикрепленные К главной Конторе Магазинов Компьютер Берет Всего 15 Секунд Для того Чтобы узнать И в главной Конторе Что составляет Ваш кредит И в порядке Леон Новые Телефоны Со специальной Кнопкой Дают возможность Иметь дело Со всеми Денежными Операциями Прямо Из банка Такая Банковая Система Будет знать Ваше имя И платить За ваш Счет Враг Водит народы От одного Разочарования К другому Чтобы в конечном счете Все признали Бессилие свое Притихединение Всех Пролетариев Бессилие Всех Религий Навести Должный Порядок Даже В среде Своих Последователей Свобода Это бред Вот будет Его Краеугольный Камень И тогда Народы Увидят Что Свободы Никогда Не было А была Ложь Тяжелое Рабство Когда Задавалась Свобода Как это Он показал На странах Капитала То вот Во что Она Вылилась Хотел Ли Еще Этой Свободы Хотите Ли Еще Этой Свободы Никто Не знает Тайны Руководительства Массами Кроме Нас Скажут Просветленные Зодчи И мы Берем На себя Этот Крест Это Наша Голгофа Чтобы Выжили Всегда В детской Длинности И в приятном Рабстве Вот Как Это Виделось Федору Михайловичу Достоевскому В книге Братья Карамазовы Он Показывает Как Подходит Великий Инквизитор То есть Все те силы Которые Сейчас Приготавливают Пришествие Антихристу Под видом Веры Во Христа Страшный И умный Дух Дух Самоуничтожения И небытия Великий Дух Говорил с тобою Этот разговор Он ведется Христом В пустыне И нам Перелено в книгах Что он будто бы Искушал тебя Так ли это? И можно ли было Сказать Хоть что-нибудь Истиннее того Что он возвестил Тебе в трех вопросах И что ты Отверг И что в книгах Так названо Искушениями А между тем Если было Когда-нибудь На земле Совершено Настоящее Громовое Чудо То это В тот день В день Этих Трех Искушений Именно В появлении Этих Трех вопросов И заключалось Чудо Если бы Возможно Было Помыслить Лишь для Пробы И для Примера Что три Эти вопроса Страстного Духа Бесследно Утрачены В книгах И что Их надо Восстановить Вновь Придумать И сочинить Чтоб Внести Опять В книги И для этого Собрать Всех Мудрецов Земных Правителей Первосвященников Ученых Философов Поэтов И задать Им Задачу Придумайте Сочините Три вопроса Но такие Которые Мало того Что соответствовали Бы размеру События Но и выражали Бы сверх Того В трех Словах В трех Только фразах Человеческих Всю будущую Историю Мира И человечества То думаешь Ли ты Что вся Премудрость Земли Вместе Соединившаяся Могла бы Придумать Хоть что-нибудь Подобное По силе И по глубине Тем Трем Вопросам Которые Действительно Были Предложены Тебе Тогда Могучим И умным Духом В пустыне Уж по Одним Вопросам Этим Лишь по Чуду Их Появления Можно Понимать Что имеешь Дело Не с Человеческим Текущим Умом А с Вековечным И Абсолютным Ибо В этих Трех Вопросах Как бы Совокуплено В одно Целое И предсказано Вся Дальнейшая История Человеческая И явлены Три Образа В которых Сойдутся Все Неразрешимые Исторические Противоречия Человеческой Природы На всей Земле Тогда Это Не могло Быть Еще Так Видно Ибо Будущее Было Неведомо Но Теперь Когда Прошло Двадцать Веков Мы Видим Что Все В этих Трех Вопросах До того Угадано И предсказано И до того Оправдалось Что Прибавить К ним Или Убавить От них Ничего Нельзя Более Реши Сам Кто Был Прав Ты Или Тот Который Тогда Вопрошал Тебя Вспомни Первый Вопрос Хоть И не Буквально Но Смысл Его Тот Ты Хочешь Идти В мир И Идешь С голыми Руками С Каким Обетом Свободы Которого Они В Простоте Своей И В Прирожденном Бесчинстве Своем Не Могут И Осмыслить Которого Боятся Они И Страшатся Ибо Ничего И Никогда Не Было Для Человека И Для Человеческого Общества Невыносимые Свободы А Видишь Лисии Камни В этой Ногой Раскаленной Пустыне Обрати Их В хлебы И За тобой Побежит Человечество Как Стадо Благодарное И Послушное Хотя И Вечно Трепещущее Что Ты Отымишь Руку Свою И Прекратятся Им Хлебы Твои Но Ты Не Захотел Лишить Человека Свободы И Отверг Предложение Ибо Какая Же Это Свобода Рассудил Ты Если Послушание Куплено Хлебами Ты Возразил Что Человек Жив Не Единым Хлебом Но Знаешь Ли Что Во Имя Этого Самого Хлеба Земного И Восстанет На Тебя Дух Земли И Сразится С Тобою И Победит Тебя И Все Пойдут За Ним Восклицая Кто Подобен Зверю Сему Он Дал Нам Огонь Себеки Знаешь Ли Ты Что Пройдут Века И Человечество Провозгласит Устами Своей Премудрости И Науки Что Преступления Нет А Стало Быть Нет И Греха А Есть Лишь Только Голодные Накорми Тогда И Спрашивай С них Добродетели Вот Что Которые Возвигнут Против Тебя И Которым Разрушится Храм Твой На Месте Храма Твоего Возвигнется Новое Здание Возвигнется Вновь Страшная Вавилонская Башня И Хотя И Это Не Достроится Как И Прежнее Но Все Ты Мог Бы Избежать Этой Новой Башни И На Тысячу Лет Сократить Страдания Людей И Бо К нам же Лет Со Своей Башни Они Отыщут Нас Тогда Опять Под Землей В Катакомбах Скрывающихся И Ибо Мы Будем Вновь Гонимы И Мучимы Найдут Нас И Возопьют К нам Накормите Нас Ибо Те Которые Обещали Нам Огонь С Небеси Его Не Дали И Тогда Уже Мы Достроим Их Башню Ибо Достроит Тот Кто Накормит А Накормим Лишь Мы Во Имя Твое И Солжом Что Во Имя Твое О Никогда Никогда Без Нас Они Накормят Себя Никакая Наука Не Даст Им Хлеба Пока Они Будут Оставаться Свободными Но Кончится Все Тем Что Они Принесут Свою Свободу К Ногам Нашим И Скажут Нам Лучше Поработите Нас Но Накормите Нас Поймут Наконец Сами Что Свобода И Хлеб Земной Вдоволь Для Всякого Вместе Немыслимы Ибо Никогда Никогда Не сумеют Они Разделиться Между Собою Убедятся Тоже Что Не Могут Быть Никогда И Свободными Потому Что Мало Сильны Порочны Ничтожны И Бунтовщики Ты Обещал Им Хлеб Небесный Но Повторяю Опять Может Ли Он Сравниться В глазах Слабого Вечно Порочного И Вечно Неблагодарного Людского Племени С И Если За Тобой Во Имя Хлеба Небесного Пойдут Тысячи И Десятки Тысяч То Что Станется С Миллионами И Десятками Тысяч Миллионов Существ Которые Не в силах Будут Пренебречь Хлебом Земным Для Небесного И Или Тебе Десятки Значил Десятки 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 Ты не мог Говорю Тебе Что Нету Человека Заботы Мучительнее Как найти Того Кому Вы Передать Скорее Тот Дар Свободы С которым Это Несчастное Существо Рождается